Итак, мои любители физической культуры, запоминайте, если вы хотите заниматься спортом на свежем воздухе, для этого вам понадобится, конечно же, маска и перчатки. Это обязательное требование стоит нарушать. Также компанию себе вы можете взять только одного человека, и между вами должна быть дистанция не менее пяти метров. Требования очень простые, но насколько сложно их соблюдать, выясним, смотри, очаровательные гости Натальи Стройкиной. Наташа, здравствуй! Анюшка, привет! Вот это должно быть состояние для нас. Сохраняем дистанцию и будем тренироваться. Да, обниматься будем, когда будет все хорошо. Наташа, я хочу с тобой сегодня показать комплекс упражнений, который позволит, может быть, какой-то тонус приобрести, стать красивыми. Все-таки лето у нас сейчас совсем скоро. Итак, покажи топ-4 упражнения самых лучших. Итак, 4 упражнения, которые у нас проработают практически все тело, все мышцы тела. После того, как мы хорошенько сделали разминку, я видела, что ты размялась, да? Мы приступаем к первому упражнению. Итак, поставим руки на землю. Ага. Выносим одну ножку. Хорошо, будем делать так, зеркально. И выносим другую. Молодчинка. Ты так легко это делала. Чувствуешь, ты делала нагрузку. Хорошо. И теперь мы все это должны с тобой сделать на другую ногу. Другая нога и другая рука. А, ну, кстати, а поднимаем. И сколько раз нужно так делать? Если вы делаете это упражнение всего лишь первый раз, то попробуйте с нескольких хотя бы повторений. Два-три повторения, после чего можете отдохнуть. Но я вижу у нас, Танюшка, из продолжающих, из тренированных людей, поэтому она вот делает без остановки. Так, не та нога. Так, все сложно. То есть правая нога, левая рука. Противоположно. Ага, хорошо. Если очень легко, то можем увеличивать, конечно же, темп. В принципе, вы можете заниматься по секундомеру. То есть засечь себе минуту и вот за минуту сделать сколько повторений получится. Какие мышцы в этом упражнении задействованы? В этом упражнении задействованы практически все мышцы. Очень хорошо работают руки, плечики, руки, то, что нам нужно, трицеп, чтобы у нас не болтался, да, грудная мышца, ножки, пресс. Здесь, в принципе, работает все. Давай ко второму упражнению. Ко второму упражнению. Это моя любимая планка. А я сейчас тебе покажу, как ее сделать так, чтобы было несложно, но эффективно. Хорошо. Сделаешь планочку. Прямо сейчас тебе. Прямо сейчас, прямо здесь. Давай. Хочу посмотреть, как это делают обыватели. Обыватели. Мне придется к тебе подойти, как мы с тобой в масках. Правильное исполнение планки. Смотрите, сейчас она стоит, у нее прогнута поясница. То есть сейчас основная нагрузка у нас идет на поясницу, а не на пресс, как хотелось бы это в планке. Поэтому что мы делаем? Мы собираем пресс. Ну, как мы его собираем? Мы подгибаем немножко колени и подкручиваем под себя попу. О! Ага. Видишь? С согнутыми коленями ты себя подкрутила попу и собрала пресс. Чувствуешь, как держится пресс? Очень сильно. Очень сильно. Но сейчас у тебя не работает поясница. Это то, что нам, в принципе, важно и очень... Это главное, да, в планке. А-а-а! А так сочнее! Опять же, планка это у нас классика жанра. Затекаем минутку и пробуем простоять в ней минутку. У-у-у-у! Не прогибай поясницу! Давай-давай-давай-давай! А-а-а! Так, я вижу, что у нее уже все просто трясется, содрогается. Как он одет! Опускайся, отдыхай. У-у-у! О-у-у! Ну, здорово! Да. Следующее упражнение, Наташа. Следующее упражнение мы переходим к ножкам. Для этого нам понадобятся резиночки. Резинки у нас на месте. Резинки у нас на ногах, потому что мы будем что делать? Приседания. Приседать! Самое сложное для меня упражнение, я не умею это делать. Но самое одно из эффективных упражнений, без которого нам совершенно не обойтись. Но мы будем не просто так приседать, что-то еще... Мы его будем делать с еще одной изюминкой. Усложнять. С усложнением. Да. Итак, как делать правильно приседания? Я не знаю. Ну, давай я тебе объясню. Давай. Носочки чуть-чуть развернуты в стороны. Чуть-чуть. Теперь мы садимся и стараемся попу увести максимально назад. То есть, когда вы делаете приседания, старайтесь не подсаживаться под себя, а попа максимально уходит далеко. Еще вы можете сориентироваться по своей голени. То есть, чтобы голень не выходила вперед, колено не выходило вперед, нам не нужно давать дополнительную нагрузку на колени. Нам нужно их максимально разгрузить. И сейчас мы добавляем усложнение. Мы делаем приседания. При подъеме поднимаем правую ногу. Подключаем ягодичную мышцу и зону галифе, нами ненавистную, да? Девочкам нужно обязательно убирать зону галифе, потому что лето, купальники и все такое. Поэтому мы сделали один присед. Поднимаем правую ножку, к примеру, да? Поставили. Следующий присед. Поднимаем левую ногу. Давай еще раз. И сколько раз так? Правую. Ты делай, делай, присед. Опять же, ориентируемся на то, сколько, как давно вы занимаетесь и занимались ли вы вообще. Если никогда не занимались, то пробуйте хотя бы несколько повторений. Хотя бы 10. Хотя бы 10, да. Если занимались, то давайте по 20 повторений на каждую ногу. И четвертое, финальное упражнение. И финальное упражнение тоже будет на ножки. Оно тоже очень полезное, но резинка нам здесь не понадобится. Итак, снимаем. Кладем рядом. И что делаем? А вот сейчас будут выпады. Не будешь идти ко мне, я буду идти к тебе. Дистанцию соблюдаем. Но мы с тобой поменяемся местами. Ага, хорошо. Итак, как же делать выпады? Сгибаем колено. Да, мы с тобой должны перенести вес, но не переносим вес полностью на одну ногу, а стараемся сделать так, чтобы у нас вес остался между двух ног. Угу. Потому что классическая ошибка тех, кто первый раз начинает делать выпады, это переносить вес вперед. Тем самым мы даем нагрузку на колено. Нам не нужно этого делать. Уравниваем. Да. Мы садимся посерединке. Ага. Замечательно. Делаем следующий шаг. Опять слили в серединку. Молодчинка. А руки? А руки держат равновесие. Если честно, в своих домашних тренировках это упражнение я избегаю. Потому что оно... Ты и приседания избегаешь, насколько я поняла. А вот и рядом. И плампы тебе не особо нравятся. Наташа, тренировка очень классная. Единственное, что я очень сильно спотела. В жаркий день, конечно, в маске тяжеловат. Огромное. Спасибо тебе большое.